Привет зрители! Рубрика Ночной Разгон. Сегодня Kia Sportage, который растопит лёд вашего холодного отношения к свету, а я предавлю предать, что вы получили кайф от динамики. Итак, версия дорогая относительно, поэтому диодный свет. Это хорошо. Мы видим множество элементов, которые радуют нас, но удивляют, что нижняя часть это всего лишь классический ПТФ, очень скромный, очень небольшой, и с той стороны ровно такой же. Поэтому, кто хочет гармонии, добавляйте и покупайте лампы отдельные для того, чтобы обеспечить синее свечение. Впрочем, найдётся человек, который скажет сразу же, когда пишет комментарий, мол, ПТФ должны быть жёлтые, мол, лучше видно. Я в это не верю, но вы всегда вправе остаться при своём мнении. Итак, в кожухе зеркала ПТФ диодный тоже. Как видим, машина современна. Интересно, потому что сзади всё не так однозначно. У оптических системы, по большому счёту, две, их можно разделить на верхнюю и нижнюю, прямо как у классических внедорожников. Помните, Паджеро спорт вспомина... Не, не спорт, вру. Просто Паджеро было, да, второго поколения. Там оптику разносили. Ундрои распоминаются тоже прежние, когда это делали. И даже сейчас Киа решила, что эту историю нужно взять на вооружение. И даже у Сирата, 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 да, Сирата, как сложно с этим названием. Слава богу, Спарте чётко читается. Так вот, здесь всё сделано классно. Здесь тормозные огни и габариты. А вот снизу мы видим задний ход, правда, по-европейски сделан. С одной стороны, как мне правильно сказали. Это, мол, чтобы было понятно, удаляется машина или нет. Логично. И сзади указатель поворота. Впрочем, честно говоря, кто-то может его не заметить. Ну уж слишком низко. Поэтому эта тема интересна. Эта тема, ну, скажем так, своеобразна. Ну, потому что дизайном нужно удивлять. Дизайн должен быть особенным для того, чтобы не забыть про Hyundai Tucson. Вот Киа в этот момент морщится. Сразу говорит, нельзя такое говорить. Вы что, распугаете покупателей? Надо точно нахуй смотреть там. Ну, друзья, надо быть адекватными. И нужно понимать, из чего создан автомобиль. Кто его создает на базе чего. Это правильно, это интересно. И, видите, задний ход включён. Говорит машина. Пи-пи-пи, да, мол. Не ходи. Шторка, да. Привет-привет, Toyota сразу. Но единственный плафон сзади. И имитация сабвуфера. Это мы в нём посмотрим. Очень интересно. Переходим дальше. Некой моторизации. Идём далее. Смотрим, что у нас внутри. Тут, да, в общем, очень скромно. Подогрев заднего дивана. И больше света-то мы здесь не увидим. Кроме плафона на потолке. И запрыгиваем сюда. Как у нас тут дела? Да. Свет, в принципе, присутствует. Конечно, хочется больше. Конечно, хочется диодов. Но многие производители экономят. Отпускаю ручник, да. Ручник здесь на американский манер. Ножник. Притормаживаю. И сейчас будем двигаться вперёд. Директивируем все наши системы. Закрываю дверь. Вот что значит новая машина, да. Нужно чуть больше усилий. И вперёд. Пожалуй, да. Пожалуй, приступим к движению. Так, свет у нас с датчиком, кстати. Освещение. Это очень хорошо. Не нужно ничего делать. Я считаю, это правильно. Даже датчик дождя не так нужен, как датчик света. Потому что въезжаешь в туннель. Нужен свет. Хоп, включился. Темно. И не надо думать. Потому что кто из нас, ещё тех, кто водил в тёплые ранговые времена, не был штрафован за езду без света. В Москве света вообще не нужен, честно говоря. И его проверить очень сложно. Да, он без нареканий. Без нареканий. Смотри, как вон вдаль туда лупит. Не знаю, хватит ли свидетельности камеры. Всё-таки глаз человеческий неплохо оказывается. Но, тем не менее, без вопросов. Правда? Единственное, что удивляет, это граница нижняя идёт. Какое-то прям усиление света. Вот видно полосочек. Но это никак не влияет. Видишь, такая особенность оптики. Можете знать. Ну, вот здесь вот потемнее будет видно лучше. Движемся далее. Проверяем возможности. Ну, ПТФ. Ну, кстати, светят они. Светят, конечно. Но, по сравнению с основным светом, это, ну, я бы сказал, так, ничто. Меняйте. Меняйте лампы на лучшее. Останавливаемся. Режим обычный. Эко даже. Эко. Ну, что? Одна педаль. Всё активировано в пол. Кстати, регистратор на Вител. Ссылка в описании будет. Вперёд. Кто-то скажет, ну, а мотор-то какой? Вот ты его там крутишь в звон. Что за динамика? Ну, по росту скорости, я думаю, вы поняли, что это мотор, 150 сил, оптимальный для многих, чтобы налоги не платить, чтобы за бензин не переплачивать. Я же отмечу, что по-прежнему. Тянет он весьма уверенно. В случае с Kia он тише, чем Hyundai, на мой взгляд. Вот, в целом, вообще у Kia шума является лучше, нежели у Побратимов из главной корпорации, что неудивительно. Но Kia предлагает лучший интерьер, на мой взгляд. Посмотрите. Вместо голубоватого освещения красное, оно приятнее, оно драйвовое, оно интереснее, молодежнее. Считаю, что удивительно, именно у Tucson был турбомотор, а сейчас его заменили на Sportage 2.4, соответственно. Тем не менее, здесь 2.0, и мы про него поговорим. Да, бытовой разгон в правом углу. А как машина разгоналась? Пресс-лоджику сейчас увидите. И здесь прекрасно. Выехал из паспорта 11.6, показала 11.1, это здорово, это приятно. Впрочем, все равно, кто-то скажет, да медленно. 11 секунд, что это, да? Действительно, сакрайное значение это десятка. Именно десятка воспринимается, что о-о-о, есть динамика, есть динамика. Когда-то 11 чувствуется, что не хватает. Вот диапазон 11, 10-20 секунд, он очень хорошо воспринимается. Даже на 10, где-то 15. А далее начинает размываться, потому что там либо однозначно медленно, либо однозначно быстро. Вот такая вот загадочная человеческая душа автомобильная. Кстати, хорошо, как проехал лежак-то, а? Подвеска держит. Зимние 17-е катки позволяют получить максимум отличных дорог. Проезжая по любым неровностям. В этом плане, я, ты вообще, Корея хороша. Сбалансированная машина. Не похвалить не получится, что называется. О, как он тормаживается. Ну, тормаживаешься, молодец, спасибо. Проезжаем мы участок трамвайных путей. И мы с вами узнали динамику разгона. Ожидать чего-то большего. Выезжай, это с паспорта, и то хорошо. Что берете, то берете, да. Честность, 150 сил, без опроса. На этом с вами обращаюсь. Продолжаю испытания. Продолжаю придавливать педаль. Смотрите трассу, смотрите все остальные истории. Регистарта тоже посмотрите. Про него специально для вас будет промокод. Это правильно. Когда можно купить дешевле, почему бы это не сделать? С помощью моего канала вы себе можете порадовать. На этом с вами обращаюсь. Ночной Z-Drive с вами был. Kia Sport еще ценили, динамику проверили. Быстрее, чем Tucson. Ну и слава богу, ведь это Drive, это Kia Sport, это угар. Пока.